Пьер Вудман это легендарный человек, и о нем, наверное, слышал каждый. Этот мужик дал старт многим начинающим порно-актрисам, а ты до сих пор сидишь и даже не знаешь, как он выглядит. Так давай разберемся, кто же этот самый Вудман и как он стал таким популярным. Пьер родился во Франции в обычно небогатой семье. У родителей будущей звезды были постоянные трудности с деньгами, поэтому в 15 лет он решает бросить школу и найти работу, чтобы помогать семье. Вудман хотел обеспечить себя достойной жизнью, поэтому не задерживался долго на одном месте и всегда искал что-то новое. Он успел побывать и барменом, и клерком, и фотографом. Парень постоянно пытался найти себя и всегда жаждал чего-то большего. В 17 лет Пьер ушел в армию и после службы остановил свой выбор на карьере полицейского. Дальше чувак познакомился с актером из фильмов для взрослых, которого звали Станислав Петр. И да, блядь, я серьезно, это пиздец, ребята, это обычное французское имя. Именно этот мужик сыграл ключевую роль в жизни молодого Вудмана, приведя его в порноиндустрию. В свой путь к всемирной известности Пьер начал с режиссуры крупнобюджетных фильмов для студии Privat Media Group. И знаете, бюджеты действительно поражают. Например, лишь за один фильм они тратили по полтора миллиона долларов, а это 70 миллионов рублей на наши деньги. В 97 году, получив бесценный опыт и знания, он сел и задумался. Блин, а почему бы не запустить свой собственный проект? И как вы уже могли догадаться, он это сделал. Вся движуха получила название Casting X, а в 99 году он снял уже 12 фильмов и потихоньку начал обретать популярность. В один момент творчеством Вудмана заинтересовался Ларри Флинт, который издавал журнал под названием Hassler. Этот чувак был на грани банкротства и понимал, что если не будет каких-то новых идей для выпуска, то все, лавочка закроется. Поэтому предложил Пьеру сотрудничество. Впоследствии был заключен контракт на 5 лет и они сняли немало достойных фильмов. Но вот после истечения срока Пьер подошел и сказал, братишка, нихуя себе, ты хайпишь, а я нет, мне известности никакой не дается. Поэтому дальше он перестал с ним сотрудничать и ушел уже к бывшим знакомым в Privat Media, где все было по шику. Ему давали и хайп, и денежки, и в общем все хорошо там было. В мае 2006 года он снимает для студии довольно-таки странное видео. Показать я, конечно, не могу, и бы YouTube забанит. Но в общем это видео, вопреки всем прогнозам неудач, стало одним из самых продаваемых в мире. В этом же году, после небывалого успеха фильма «За рубежом», Пьер решается снова уйти из Privat и создать свою студию, получившую название «Вудман Энтертеймент». Там он работает и по сей день. Режиссер не жалеет бабла, если это необходимо, то он тратится по максимуму. Мужик действительно любит свою работу, получая удовольствие от съемок. Блин, да я бы тоже такую любил. Пьер Вудман, если ты посмотришь это видео, то, братишка, забери меня отсюда. Забери меня, Зрашки, к себе, я тебе таких проектов накидаю, что охереешь. Но это не точно. Ладно, минутка криков души прошла, теперь продолжим. Вот вам очень интересный факт. На кастингах Вудмана бывают люди из правительства, из школ, воспитательницы из детских садиков. Там, блядь, вообще пиздец. Целый притон просто организовывают. И это на самом деле прикольно, знаете, когда ты смотришь, и какая-нибудь училка идет на кастинг Вудмана. Так что, просто чувак красавчик, у меня нет слов. Красавчик! А напоследок давайте рассмотрим Пьера Вудмана на сегодняшний день. На данный момент он до сих пор продолжает снимать свои картины и проводить кастинги для молоденьких девушек, желающих попасть в этот бизнес. Сегодня прохождение кастинга у Пьера является стопроцентным гарантом попадания в большое кино. В личной жизни у режиссера все хорошо, он решил не обременять себя браком, так как в прошлом у него было аж три развода. Сейчас мужик встречается с Софи Перрис, пара уже более 15 лет встречается вместе и счастливо живут. А самое главное, ее не смущает тот факт, что он снимает порно. А вот теперь на этом все. Я искренне попрошу тебя подписаться на канал и поставить лайк, потому что для меня это охренеть как много значит. Спасибо, друган, скоро увидимся.